Валерий Седов Рязань славится множеством достопримечательностей. В регионе в последнее время делается многое для развития туризма. Одновременно с историческими памятниками и современными постройками часто граничат огромные свалки и заброшенные территории. Некоторые из них вызывают настоящие опасения за жизнь. Вот такой самобытный уголок с ковровыми дорожками и невероятным количеством мусора создан в Рязани. Возможно, он тоже входит в туристический кластер. Это один из немногих коротких путей, ведущих через овраг с улицы Боголюбова на улицу Тимуровцев. Здесь протекает ручей Быстрец. Ковры на этой пешеходной дороге предотвращают скольжение людей по грязи. Ну, положили, чтобы ходить опять людям с утра из Песочни на Новую, где предприятие бывшей лампы, вот этот завод. То есть, поскольку грязище, туда кто-то ковры выбросил. Ну, положил, скажем так, чтобы можно было оперативно пройти. Оперативно преодолеть ручей теперь можно и по новому возведенному мосту. Старый совсем разрушился и его заменили. Однако на обеих пешеходных дорогах существует масса проблем. Сейчас трафик пешеходный здесь очень хороший, большой достаточно. Утром и вечером очень много людей ходит на работу, взрослых. Ну, и молодежь, которая после школы здесь, в общем-то. Поскольку здесь ничего не освещается, то есть я вот живу рядом, наблюдаю, что даже девушки одиночные ходят по вечерам. Ну, я бы опасался все-таки. Учитывая, что периодически с компанией здесь какие-то сидят, вот подростков лет по 13-15 лет. Вот, то есть возраст такой самый опасный. Местные жители говорят, что сделать эту местность более безопасной сможет освещение и установленные камеры наблюдения. По их словам, здесь зачастую происходят противозаконные действия. То есть совершенно нахально вот эти вот закладчики, что в деревне часто видим, что буквально вот неделю-две назад подъехала машина с Тимуровцев, заложили что-то рядом с дорогой, вот как подняться там деревянная будет сейчас лестничка, не стесняясь с номерами машины. Отъехала, он, наверное, там в интернет набрал, куда обращаться-то, кстати, и спокойно, совершенно нахально поехал. Ну, то, что они не боятся, я говорю, вот камер бы побольше, глядишь, как это будет влиять на это дело. Местные жители пояснили, что закладчики – частая проблема улиц Боголюбова, Тимуровцев и находящегося между ними оврага. По этому поводу граждане неоднократно вызывали полицию. Однако, понесли ли виновники наказания, люди не знают. Несколько лет назад наша телекомпания уже снимала сюжет об этой местности. С тех пор ситуация только ухудшилась. Здесь коляска, покрышки, куртка и выброшенный кошелек. Возможно, эта территория является частым местом преступлений. Кошелек открытый, пустой, он еще не покрылся илом. Очевидно, выброшен недавно. И вопрос о том, случайно ли теряются тут вещи или здесь орудуют преступники, остается открытым. В странах локаций здесь масса, начиная от водоворота с бутылками, заканчивая возможным захоронением, где красуется крест. И что происходит на улице Боголюбова, на богом забытом месте, остается разбираться. А местные жители выражают надежду, что это место будет облагорожено и превратится в приличную зеленую зону. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани открылся форум директоров школ области. В нем участвуют 297 директоров школ из всех районов региона, а также все начальники муниципальных органов управления образования. Они поговорят об актуальных задачах системы образования. Подготовка конкурентоспособного ученика сейчас является стратегической задачей, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме директоров общеобразовательных организаций региона. Такой ученик должен не только владеть современными знаниями и навыками, но и быть готовым к постоянному обучению в дальнейшем. Вам сегодня предстоит обсудить актуальные вопросы сферы образования. В первую очередь определить, как наиболее эффективно и рационально использовать потенциал профильного национального проекта. Сегодня нужно наметить вектор дальнейшего развития отрасли, для того чтобы вывести ее на качественно новый уровень. На форуме будут обсуждать актуальные задачи системы образования. Мероприятие пройдет в двух форматах – пленарное заседание и открытые дискуссии, где директора школ поделятся опытом и основными проблемами, одна из которых – цифровизация. Пандемия показала необходимость цифровизации, и ковид нас заставил ускорить процесс внедрения цифровых технологий. Дистанционное образование, цифровое образование не может заменить ученик-учитель, не может полностью его отодвинуть, что называется, в сторону. Это может быть только дополнением, и может быть существенным дополнением традиционным методом воспитания и образования. Глава региона отметил, что с дистанционным обучением, по его мнению, школы справились на отлично. Сейчас в регионе реализуются шесть региональных проектов в рамках национальных. Они сосредоточены на развитии системы образования по пяти направлениям. Основные из них – это дать школам современную материально-техническую базу и обеспечить условия для повышения профессионального мастерства педагогов. Очень важно скоординировать стратегические задачи, решаемые в системе образования, с тактическими задачами, решаемыми каждой образовательной организации. Ольга Щетинкина рассказала и о реализации национального проекта образования на территории Рязанской области. По ее словам, за прошедший год удалось обеспечить выполнение всех показателей нацпроекта. Начиная с 2021 по 2023 год в рамках проекта «Современная школа» будет создано еще 1852 места в городах Рязан, Сасово, Влесно-Пенобеево, Шанском районе. Кроме того, в 2021 году будет введена в эксплуатацию школа на 132 места в селе Просечья Александровневского района. Форум директоров образовательных организаций региона пройдет три дня. Итоги будут подведены в пятницу, 23 апреля. Валерий Седов, телекомпания «Город». 17 апреля рязанцы вновь вышли на общегородской субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Приводили Рязань в порядок работники муниципальных предприятий, организации всех форм собственности, сотрудники регионального правительства и администрации, а также активные жители. Городской субботник охватил все районы областного центра. В рамках работ зеленых зон, парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог убирали мусор, сухие ветки и листву. Глава администрации Рязани Елена Сорокина также приняла участие в субботнике. Доброй традицией стало после каждой зимы убирать в городе. Зима выдалась очень непростой, нам, конечно, сейчас всем нелегко. Субботники проходят по субботам, но в нашем случае каждый день. Ну а сегодня, действительно, в субботу к нам присоединилась и молодежка ОНФ. Сегодня все, кому не все равно, кто неравнодушен к чистоте на наших улицах, вышли сегодня убирать. Спасибо всем рязанцам, спасибо территориальному общественному самоуправлению, спасибо сотрудникам предприятий и организаций, спасибо всем, кто сегодня пришел убрать город. Сейчас мы видим, как приводит в порядок сквер 26 бакинских комиссаров. Кроме этого, убрали мусор, сухие ветки и листву на улицах Свободы, Пирогова, Новоселов, Дзержинского, Татарской строителей и Рязанской. Также очистили зеленую зону между улицами Тимуровцев и Касимовским шоссе в парке Нобеляково. Сегодня такой очень ответственный день. Мы вышли на уборку нашего города, города Рязани, место, где мы проживаем. И, в общем-то, очень полезно привести в свой город такой соответствующий порядок перед наступлением нашего главного праздника, Днем Победы. Ну и что, пожелать сегодня успешного дня, прекрасной работы, внести свой вклад и, как сказать, оставить хороший, получить хороший заряд, оставить хорошее впечатление у жителей города Рязани. Ну и хотелось бы, чтобы больше людей, как сказать, проявляли это желание, приводить нашу зону проживания в комфортное состояние и делать все самое прекрасное, хорошее для жителей нашего города. Всего за время городского субботника было убрано порядка 350 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах было задействовано свыше 30 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города и других муниципальных предприятий. Мы должны до 1 мая убрать город, убрать улицы, тротуары, дворы, дороги, убрать парки и скверы. Но у нас все обязательно получится. Общегородские субботники будут продолжаться. В них смогут принять участие все желающие. Информацию о месте и времени проведения можно будет посмотреть на сайте администрации города Рязани. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани вновь проходят рейды по выявлению незаконной тонировки автомобилей. Сотрудники госавтоинспекции в общении с автолюбителями информируют их о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при тонировании машин. Горожане воспринимают профилактическое мероприятие по-разному. Однако предписания полицейских выполняют. Между тем, показания прибора для измерения тонировки по закону должны оказаться выше 70% для боковых, передних стекол и 75% для лобовых. Такие нормы предусмотрены для соблюдения безопасности на дорогах. Негативное влияние тонировки может выражаться в снижении расстояния, на котором распознается объект. Также многие исследователи заметили, что затонированная машина может осложнять восприятие окружающей обстановки другим водителям. А еще автомобилист может просто заснуть. Ведь при снижении освещенности в организме человека повышается уровень гормона сна, тогда как избыток света снижает образование такого гормона. Таким образом, в тонированном салоне автомобиля у водителя повышается вялость и сонливость, что делает езду за рулем крайне опасной. В период с 19 по 28 апреля на территории региона проводятся профилактические крупные масштабные кампании, направленные на предупреждение выявления нарушений водителям транспортных средств, которые управляют тонированными стеклами. В связи с этим госавтоинспекция призывает всех автолюбителей привезти свои транспортные средства в соответствии с техническим регламентом, чтобы не нарушать требования правил дорожного движения. За три месяца с начала года в области выявлено около 5000 водителей, которые управляли транспортными средствами с чрезмерно тонированными стеклами. И на это, по словам автомобилистов, у них свои причины. Защищает от солнца и дает комфорт езды. Среди прочих свойств тонировки водители отмечают ее высокие декоративные возможности и предохранение внутренних элементов салона от выгорания. Как ни старались автомобилисты отстоять свою правду, им все-таки пришлось снимать тонировку. Ну, сейчас сорву тонировку и все. И сделаю сюда навес какой-то другой. Буду продолжать так же ездить. Конечно, недоволен. Для чего вообще это все нужно? Авария от этого только происходит от неграмотности водителя, но не от тонировки, я думаю. Пока в этом году, в отличие от предыдущего, автомобилисты не попадали под административный арест из-за тонировки. А в некоторых случаях он предусмотрен. За вышеуказанное нарушение в области дорожного движения водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. Бывают такие ситуации, когда водитель отказывается устранять данное нарушение, либо препятствует сотруднику полиции за меру тонированных стекол. В таком случае данное правонарушение будет уже рассматриваться в судебном порядке. И водителю грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Если водитель отказывается устранять тонировку немедленно, ему будет выдано требование о том, чтобы он сделал это в течение определенного времени. После чего автомобилисту необходимо предъявить свою машину сотрудникам полиции, показав, что недостаток устранен. Стоит сказать, что многие правонарушения на дорогах все же происходят из-за плохой видимости водителей. Но это далеко не единственная причина. Прошедшие выходные дни, к сожалению, не обошлись без серьезных аварий. За последний рабочий день, прошедшие выходные, на территории региона зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. В регионе зафиксировано 85 фактов дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено около 3000 нарушений правил дорожного движения, в том числе 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает о том, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности всех участников движения. Будьте внимательны на дорогах. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». По Рязанской области пронесся ураган. Стихия прошлась по Пронскому району в субботу 17 апреля. По сообщениям очевидцев, ураган бушевал 10 минут. За это время порыв ветра снес крышу на складе ангаре в местном автотранспортном предприятии. Один кусок железа погнул громадвод, а другой пробил крышу автобуса. Пострадала и крыша жилого дома номер 39 по улице строителей. Буквально за 4 дня до этого строители приступили к капитальному ремонту кровли. Ураган оторвал пароизоляцию – стяжки на площади 130 квадратных метров. Она разлетелась по двору. Жалоб и пострадавших нет. Уже на следующий день рабочие ликвидировали последствия происшествия и продолжили работу. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!